Всем привет, ребятули! Вы на канале Просто Play4U. Сегодня у нас снова арена онлайн. И в первой части видео мы немного поговорим о новом хранителе, о том, что стоит брать, сколько это будет стоить и сколько примерно на это уйдет времени. Во второй части видео по просьбам я расскажу вам, как нубикам убивать властелина, кадарха и где лучше всего и проще всего набивать шкатулки. А также как развиваться, будучи маленьким нубиком. Всем приятного просмотра! Поехали! Ну что, ребятульки, новый хранитель Энергия Раздора. Можно собрать 120 шкат, то есть на максимального храна и получить 35 знаков. Максимально можно собрать 3 таких храна в месяц. Ну, грубо говоря, в месяц можно делать по 105 знаков. Что за это все можно получить? Метка Раздора на 30 дней на протяжении года. Рецепт на оружие временный. Модификатор артефакта высшего уровня. Новая фишка от Аренки Онлайн. Модификатор это дополнительный арт плюс 2 на вашу котому плюс 4, либо на пустой арт плюс 4. И дополнительный арт плюс 2 на ваше оружие плюс 4 плюс 1. Либо на пустой рецепт на оружие артефакт плюс 4 плюс 1. Он добавит вам плюс 2, то есть будет артефакт плюс 4 плюс 1 плюс 2. Либо котома плюс 4 плюс 2. Но единственный нюанс, этот арт плюс 2 должен отличаться от основного, то есть плюс 4 Например, если у вас котома плюс 4 сила, то туда плюс 2 сила добавить нельзя Можно добавить плюс 2 ловка, плюс 2 ладка, плюс 2 атака Так же самое и с оружием Если оружие плюс 4 сила, плюс 1 защита, либо плюс 1 ловка Туда можно повесить еще плюс 2 атака, ладка, живка, все что душе угодно Также можно сделать, по-моему, плюс 4 сила, плюс 1 защита и плюс 2 защита Итого получится плюс 4 сила, плюс 3 защита Очень даже прикольно получается Либо плюс 4 сила, плюс 1 ловка, плюс 2 ловка, итого плюс 3 ловка По-моему, так можно сделать Данный модификатор будет доступен уже с февраля Также можно сделать тайник в этом году, щит, гримуар, либо колчан, то есть стрелы Наручи под вашу профу и оружие под вашу профу Оружие 180 знаков, наручи 96, щит, колчан, гримуар 60, рецептное оружие тоже 60 и котома 96 Модификатор 44 Давайте прикинем мини-малочку для нашего персонажа Нам нужно модификатор, желательно 2, то есть 88 знаков Рецепт 60, то есть уже 88 плюс 60, грубо говоря, 150 Тайник, тайник я даже не рассматриваю Тут на один тайник нужно только 3 храна собрать 150 плюс щит 210, 210 плюс наручи, наручи пока тоже не рассматриваю Это тоже 3 храна 200, 210, да 150, 210 и, грубо говоря, и 180 Итого получаем 390, да, я уже плохо соображаю под вечер 390 разделить на 35, итого 11.14 Ну, 11.5, грубо говоря, 12 хранов Минималка на этот сезон, это 12 хранов Это без учета 12 хранов, без учета 3 хранов наручи и 3 хранов на котому То есть вы прикидываете, да, уровень задротства в 2020 году То есть хотите собрать полный хран, то есть Хотите собрать полный комплект 12 хранов и еще плюс 6, 18 хранителей 18 хранителей Либо, ну, либо тонны бабла, либо тонны времени нужно вкинуть в эту игру Честно говоря, я уже начал сомневаться Выгодно делать эти храны, либо просто набить кучу ПТ-шек, налутить Ну, то есть налутить кучу ПТ-шек и просто продать их и все Даже не париться, не бить, не бить шкатулки, не собирать их, хранители Не делать этого персонажа, не качать Просто, просто пошел, получил, продал и перепродал ПТ-шки Все? Ну, так неинтересно, так скучно жить Нужно потратить тонну времени на набивание этих шкатулок хранителей А9 персонажа Ну и, возможно, там денек-другой покайфовать, потом расстроиться с этого всего Потому что онлайн, честно говоря, маленький И успешно забросить игруху Но это не про нас Мы как забрасываем, так и начинаем Ну что, ребят, прохранитель, в принципе, прикольный Но он не сильно отличается от священного То есть, если у вас есть священные шмотки То, в принципе, можете не заморачиваться Через год-полтора вы просто успешно их апнете А пока можете лутить, собирать ПТ-шки И через полтора годика успешно апнете Если же у вас ничего нету Ну, тогда готов вас обрадовать Запасайтесь бутербродами и чайком Так как вам придется сутками торчать в игре Набивая очередного хранителя Так как оружие у нас 180 знаков Это 5 хранов и даже не хватает 6 хранов 6 хранов, то есть полгода держать храна лишь на одно оружие Нам нужно 12 хранов, честно говоря Я даже не представляю, как я это все буду делать Аренка, честно, опять порадовала Ну, если убрать модификатор, то 6 хранов на оружие И на щит 2 храна Итого получается 8 хранов Ну да, без модификаторов получается не 12, а 8 хранов Но без модификаторов и чар будет не совсем топовый Ну, честно говоря, посмотрим Что загадывать? Будет время, будем шпилить, будем нагибать, наказывать, догонять и унижать Ну что, ребятки, сейчас поехали дальше Расскажу вам, как, будучи нубиком, собирать по 120 кат в месяц Продолжаем Ну что, ребята, как, будучи нубчиком, убить Каадарх и Ластилья Расскажу вам буквально в двух словах на примере своего силача 40 плюс 12, силачик не убивает Каадарха Там нужно снять 400 хп за 10 минут Этого сделать я не успеваю Как итог, я трачу кучу времени, упивку Каадарх меня убивает Я психую, закрываю арену и 2 недели не захожу Поэтому, если ваш персонаж еще хуже Не заморачивайтесь, вы не успеете убить Каадарха Вы можете просто прикинуть Что вам нужно снять 400 хп за 10 минут То есть по 40 тысяч за минуту вы должны снимать В идеале за первые 4 минуты вы должны снять ему половину хп То есть 2 минуты запаса Так как после 6 минут начнут появляться и защитники Каадарха и лечилки И вам нужно будет потратить время, чтобы их убить Иначе лечилки отлечат Каадарха на максимум А защитники в это время просто вас убьют вместе с Каадархом Поэтому, периодически одеваясь, вы можете запрыгивать и тестить ваш урон по Каадарху Если вы по урону проходите То есть вы сносите допустим 50 тысяч за минуту То в принципе можете пробовать, можете тестить, ходить и убивать Как вариант, можете искать себе напарника, бегать вдвоем или втроем Как мы раньше делали Либо в четвером, то есть там уже все зависит от урона Если вы проходите по урону, можете бегать вдвоем Если нет, то ищите третьего Если втроем не успеваете убивать, ищите четвертого Ну или как вариант, сделать себе 2-3 персонажа И в 2-3 персонажа бегать Ну то есть тут уже зависит от желания и фантазии, скажем так Что касается Властелина Если вы его пробиваете, наносите ему достаточное количество урона Там таймера нет, можете бить его хоть год, хоть год, хоть два Главное, медленно, но уверенно, как говорится Самое сложное, это убить ключника Ключника 70 тысяч хп Первые 35 тысяч сносятся легко А после начинают появляться слизни И с каждой минуты их становится все больше, больше и больше То есть оставшиеся 35 тысяч вы должны снять максимально быстро Там даже можно убиться Если вы успеваете, слизни вас не убивают То в принципе все здорово Поднимаете ключик и погнали бить Властелина Если вы, опять же, в одну харю не справляетесь Ищите себе напарника Вдвоем, втроем гоняйте, пробуйте, тестите Рано или поздно все у вас будет получаться Если же у вас не получается и ни с кем бегать Не переживайте, не заморачивайтесь Сделайте, как я Прибегайте в город Белого Камня К Белому Магу Берите ключики в чертоге Собирайте В субботу вечером Делайте себе литровый чайочек Нарезайте бутербродики И погнали в чертоге Бить разных монстриков и дракошу В итоге получаем один ледяной кристалл Который можно обменять на одну шкатулочку Медленно, как говорится, но уверенно Собираем шкатулочки Бьем хранитель Собираем знаки И в 21 году будем делать себе клиночек Наручи щит И выходить, так сказать, в топики Нагибать всех остальных Догонять, унижать, уничтожать Ну, как там Как-то так все Все задротики крутые говорят Если у вас чар вообще нубский Вы не можете Ни ластерина, ни каадарха Качайте репу вашей расы Бегайте обязательно на походы Каждую субботу Там вы будете получать И опыт, и шкатулки, и крики Ну, либо печать Ну, можете брать крики Так как за крики За 12 криков Вот такие вот замечательные крики есть 12 криков, одна шкатулка То есть, в принципе, за месяц можете собрать С похода 10 шкатулок Ну, плюс-минус Как вариант, грубо говоря 10 шкатулок с похода Там 2-3 шкатулки за крики И плюс чертоги Также можете у белого мага У этого же нашего любимого белого мага За одну потешечку купить себе Еще один ключик в чертоге И себе успокойно бегать Как говорится, медленно, но уверенно Набивать хранителя Там тоже падает и опыт И плюс, когда вы набьете репу чертог Вы сможете также брать себе Временные шмотки Там довольно-таки Неплохое оружие Наручи, перчатки, камзолы, шлемы То есть, в принципе, половину шмоток Вы можете взять в чертог И уже с этими шмотками Можно будет попробовать побежать Убить властелина Ну, как вариант Поэтому Не стесняемся Заходим Задротим Набиваем чертоги репу Набиваем репу расы Бегаем на походы Берем шмотки с чертог И Начинаем ходить Тестить властелина Когда уже властелина научитесь убивать Потихоньку Переходите на кадр Поэтому Не стесняемся Подписываемся Ставим лайки С вами был Просто Play for you Всем спасибо за внимание И до новых встреч Па-па Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok